В честь дня государственного флага Российской Федерации в Самаре представители молодежных объединений сформировали автоколонну из более чем 20 машин, украшенных флагами России и Самарской области, а также другими символами Отечества. Участники отправились от московского шоссе до арт-объекта «Цвета России», который расположен на горе около поселка Новосемейкино. В Самаре на площади Славы открылась тематическая фотовыставка, приуроченная ко дню государственного флага Российской Федерации. Она будет работать до 15 сентября. День государственного флага Российской Федерации отмечают уже 30 лет. Он олицетворяет историю, культуру и дух нашего народа, символизирует гордость за страну, ее достижения и победы. Выставка рассказывает о самых интересных фактах, связанных с российским флагом. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Елена Лапушкина обратились к жителям региона по случаю дня государственного флага Российской Федерации. Конец цитаты. Российский флаг находится на борту Международной космической станции. Космонавт Олег Каноненко, Николай Чук и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем государственного флага России. Единение народов, стремление к духовности и силе – эти смыслы заложены в узнаваемых цветах нашего флага. Пусть для всех россиян он служит вдохновением на новые свершения, сообщили они. Россияне рассказали, как часто берут больничные на работе. Почти половина опрошенных их не берут. Многие из-за опасений проблем на работе. 45% опрошенных болеют примерно раз в год, еще столько же дважды. Обычно на лечение уходит 4-5 дней, чуть более трети респондентов выздоравливает за три дня и меньше. 29% опрошенных в случае болезни продолжают трудиться удаленно, а 19% идут на работу в офис, несмотря на недомогание. Стало известно, кому противопоказано чрезмерное употребление гречки. Стоит быть осторожнее людям, у которых имеются проблемы с пищеварением, аллергии или хронические заболевания в обострении. Однако гречка богата витаминами и микроэлементами, что делает ее ценным продуктом. В ней содержатся нерастворимые пищевые волокна и кислоты, которые полезны для кишечника и пищеварения. В Новосибирском зоопарке впервые в России появился детеныш белолицых саки – представителей редкого вида приматов. Самка не смогла ухаживать за детенышем, заботу о нем взяла на себя заведующая ветеринарным отделом зоопарка. Весь первый месяц маленький саки, которого назвали Кеша, находился рядом с ней. Кроху кормили молочной смесью и с бутылочки устроили ему теплое и уютное гнездышко. Когда детеныш подрос, его поселили в павильоне с мелкими приматами и пингвинами. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ